Hello everyone, с вами канал Hi English. Сегодня мы разбираем quick test number 3. Быстрый тест номер 3. У нас учебник English File, уровень pre-intermediate и издание, которое мы работаем сейчас. Это четвертое издание. Поехали. Первое. The hotel. Обратите внимание на то, как нужно правильно произносить. Отель stayed везде в прошлом, то есть это прошлое время. Отель, в котором мы жили, в котором мы, stay можно перевести как жили, в котором мы остановились. Были, да. Назывался. Was called. Was called. Be called. Называться. Был назван дословно. The regent. То есть отель, в котором мы жили, назывался regent. Итак, что здесь, на что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание это на слово отель. The hotel. The hotel. Что точно не подходит? What. What. Это что? What. The hotel what. Нельзя так сказать. Отель, который. Which we stayed. Тоже нельзя сказать. Потому что мы говорим о месте, где мы остановились. А остановились мы в отеле. Это место. Поэтому the hotel where we stayed. Где мы остановились. В котором мы остановились. Where we stayed. Not. We can't say which we stayed. Which это который тоже, но здесь это нельзя. Так не работает. The hotel what we stayed in. Нет. Which we stayed. No. Where we stayed. Где мы остановились. The hotel where we stayed was called the regent. Второе. That's the shop. Это тот магазин which it where has the best fruit and vegetables. Это тот магазин. That's the shop. Можно в русском языке мы скажем который. That's the shop which has the best. Который имеет самые лучшие фрукты и овощи. That's the shop which where. Это магазин где есть. Который имеет. Здесь не где есть, а который имеет. So, that's the shop which has. Который имеет. Который имеет. Который имеет. Which has the best fruit and vegetables. That's the shop which has the best fruit and vegetables. Дальше смотрим. У нас третье. Это I think, я думаю, tomorrow, завтра. It's going to rain. It's raining. It rains. Что здесь точно не подходит? Первое, на что нужно обратить внимание, это слово tomorrow. Tomorrow означает завтра. Сегодня будет today. Вчера. Yesterday. I think it rains tomorrow. Здесь нельзя так сказать, потому что я делаю прогноз. Прогноз на английском языке будет prediction. Когда вы видите свой prediction, изучаете английский язык, видите правила, то prediction это прогноз. Prediction. С прогнозами мы можем использовать либо will, либо is going to. Здесь will у нас нет. То есть, мне кажется, будет завтра дождь. I think it's going to rain. It's raining. Это present continuous. Мы можем использовать present continuous для передачи действий, если мы уверены, что эти действия точно произойдут, как бы, например, мы купили билеты на самолет и завтра летим в Нью-Йорк. Мы можем сказать we are flying to Нью-Йорк tomorrow. Но здесь это еще под вопросом. Здесь я делаю prediction, поэтому использую it's going to rain. I think it's going to rain tomorrow. Number four. Is Miroslav going to get a summer job? Он собирается получить летнюю работу? То есть, он получит летнюю работу? Yes, he is getting, he is, he is going. Что нужно всегда знать? Нужно всегда знать, когда вы коротко отвечаете, говорите yes, no, то после yes, no нужно повторить вспомогательный глагол. Не основной глагол. То есть, не нужно говорить yes, he is getting. Это неправильно будет. Если вы говорите yes, he is getting, нет, это неправильно. Нужно сказать yes, he is. He is going тоже не нужно going сюда добавлять. Просто yes, he is. Is he going to get a summer job? Yes, he is. То есть, правильный ответ будет be. Yes, he is. Number five. We are going on holiday in Berlin next week. Мы собираемся на каникулы или в отпуск, потому что holiday это и каникулы и отпуск. Мы собираемся на каникулы в Берлин next week, на следующей неделе. Oh, do you fly there? Flying there. Are you flying there? Do you fly there? Это как бы общий вопрос. Вообще туда летают? Are you flying there? Я бы выбрал. Are you flying there? Потому что мы спрашиваем о планах человека, как он туда будет добираться. Вы полетите туда? Are you flying there? Вы летите туда? Даже вот если я говорю вы летите туда, я использую present continuous. То есть, вы летите туда как бы сейчас. Но здесь не сейчас, а present continuous, который передает будущее действие. Вот в present continuous есть такая штука, что он может передавать будущее действие. Number six. Шестое. Is your brother going to university next year? Твой брат собирается в университет в следующем году? Next year – это следующий год. Next – это следующий. Year – год. Next year. Не забываем, что если я говорю о месторасположении, например, я сижу возле Петя, so I'm sitting next to Петя today. То есть, сижу за партой. I'm sitting next to Петя today. Next – это возле. А здесь next – это следующий. Следующий год. Is your brother going to university next year? No. Помните, что я вам говорил после no. После коротких ответов нужно повторить вспомогательный глагол. Вспомогательный глагол здесь. Is your brother going to university? Is. То есть, нет, your brother – это он. No, he isn't. Да, правильный ответ будет no, he isn't. Number seven. The girl who I like, who I like her, which I like her, is sitting over there. The girl is sitting over there. Мы можем вообще сказать без ничего. The girl, the используется тогда, когда я говорю о конкретной девушке. То есть, девушка, о которой я говорю, и люди понимают, о которой девушке я говорю. Значит, the, the girl, девушка, сидит over there, вон там. Over there. Is sitting – это present continuous. Она сейчас сидит. Present continuous всегда – это ing. И перед глаголом с ing мы добавляем is, am или are. So, the girl is sitting over there. Девушка, who I like. Who I like. Who – это которую я люблю. Who – это не всегда кто. Who может означать которую. То есть, какая девушка. Девушка, которую я люблю. Здесь, если у вас после who есть как бы субъект, I и глагол like, вы просто говорите the girl who I like. The girl who I like. Не нужно повторять her, ее. Здесь не нужно повторять her. Поэтому правильный ответ будет the girl who I like. Восьмое. I'm looking for someone. Я ищу кого-то. Look for. Запоминаем. Look for. У нас после look используется предлог for. Look for. Я ищу кого-то. What are you looking for? Что ты ищешь? What are you looking for? Who are you looking for? Кого ты ищешь? Look for. Всегда for после look. I'm looking for someone. Я ищу кого-то. Кто бы, да? Кто бы can speak Japanese. Кто бы мог. Can, мочь, уметь. Speak, разговаривать на Japanese, на японском. Вот это слово Япония читается. Japan, не Japan, а Japan. А японский Japanese. Китайский Chinese. Португальский Portuguese. Вот видите, есть такие слова, которые добавляют это is в конце. Вот такое. So I'm looking for someone. Someone это человек, поэтому which не подходит. Which это который. Вот это предмет. Someone who. Кто? Я ищу того, кто может разговаривать на японском. Alright. Number nine. We have a question here. Did they arrive? Are they going to arrive? Are they arrive before lunch tomorrow? Tomorrow. У меня есть tomorrow. Это в будущем действие произойдет. Before lunch time. Before означает до. Нужно вам запомнить, что before до, а после будет after. Если вы хотите сказать после, будет after. After, после. So, did they arrive? Здесь не подходит, потому что did мы спрашиваем о прошлом времени, поэтому здесь мы вычеркиваем, нам не нужно сделать did they arrive. Мы о прошлом времени спрашиваем. Are they going to arrive? Are they arrive? Правильно. Смотрите. Are they arrive? Arrive нельзя так сказать, потому что если у вас are they arrive, нужно ing добавлять. Приезжают ли они? Прилетают ли они? Are they arriving? Are they arriving? Present continuous. То есть это present continuous. Обычно вообще, когда глагол быть и глагол делать, что делать, пребывать, мы не используем глагол быть с глаголом do. Но здесь это present continuous, поэтому нам нужно использовать ing. A ing здесь нет. Поэтому правильный ответ будет are they going to arrive? Они собираются приехать до обеда, до времени обеда завтра. Are they going to arrive before lunchtime tomorrow? Number ten. Are you visiting your grandparents this summer? Здесь are you visiting? Здесь используется present continuous. Мы используем present continuous для передачи будущего времени. Если мы уверены, что действие произойдет, мы не просто спланировали действие, а все сделали абсолютно, всех предупредили, что да, мы будем, мы приезжаем. И когда я задаю такой вопрос, то я вот спрашиваю, они навещают или не навещают своих дедушку и бабушку. Grandparents это дедушка и бабушка. This summer. Этим летом. Опять же таки, если у нас короткий ответ, мы говорим yes. Повторяем субъект. Are you visiting? Вы навещаете? Да, мы навещаем. Yes, we. А visiting нельзя сказать? Yes, we are. Почему visiting нельзя сказать? Потому что нам нужно повторить субъект. Как бы, ну, нас спрашивают, и мы говорим свой субъект. Yes, we are. И вспомогательный глагол are. Все. Are you visiting? Yes, we are. Are you going there? Yes, we are. Are you doing this? Yes, we do. Do you like it? Yes, I do. Вот так это работает. Дальше. When are we going, going to, go to, leave? Leave это уезжать, отправляться. Когда вы уезжаете, когда вы отправляетесь. When are we, когда мы, кстати. When are we going? Going после going to нужно использовать to, потому что структура вот так, полная структура. Это going, собираться, сделать что-то, to do something. Going to, do, сделать. Going to do. То есть going и обязательно должен быть to. So when are we going to live? So здесь будет going to, be, правильный ответ. Twelve. Look at those clouds. Посмотрите на те тучи. Clouds это тучи. Облака, да, тучи. Look at those. Those те. Those используем, когда мы говорим о предмете, которые находятся на расстоянии, и предмет в множественном числе, как clouds здесь. So look at those clouds. Clouds, если, смотрите, вы делаете прогноз, исходя из какой-то ситуации, которую вы сейчас видите, то есть здесь у вас улики есть, черные тучи, и вы исходите из этой ситуации, исходя из этой ситуации, делаете прогноз, что it's going to rain, будет дождь, то вы говорите, используйте going to. Going to. Вот первый элемент going to, это обязательно be. Be going to. Be going to. Собираться что-то делать. So it is going to rain. Это неправильно. To нет. It. Здесь is нет. Нужно is ставить. Вот здесь, видите, это be неправильно. Нет is. А вот здесь все есть. Is going to. Есть to и глагол rain. It is going to rain. Поэтому у нас правильный ответ будет sea. It's going to rain. Будет дождь. Number thirteen. Let's find a place. Let's. Это давай. Find. Найдем. A place. Место. Какое место. Which. Которое. Where. Где. Или that. We can sit down. And have a coffee. Давай найдем место где. Где будет where. Let's find a place where we can sit down. Где. Место где мы можем сесть, присесть. And have a coffee. Have a coffee. Попить кофе. Have a coffee. Have часто заменяет какой-то глагол. Например, have lunch. Это обедать. Да. Have lunch. То есть иметь обед. Как бы обедать. Процесс передает. Передает. Have a shower. Это принимать душ. Have заменяет в слове have a shower глагол принимать. Have a shower. Принимать душ. Have a smoke. Курить. Have a smoke. Да. Это курить. Have a smoke. Have a smoke. Курить. Have a shower. Слово принимать душ. Have a coffee. Выпить кофе. Как бы have заменяет слово выпить. Не всегда так случается. Но часто в таких обыденных словосочетаниях, популярных словосочетаниях, которые часто вы сможете услышать, будет have a coffee. Let's have a coffee. Let's have a drink. Let's have something to eat. Number fourteen. A nurse. Медсестра. Is a person. Это человек. Where. Где. Works. Работает. В хоспитале. Work at. Обращаем внимание на предлоги. Works at. Это человек. Так как человек это he, she, it. Мы добавляем is. Где работает. Кто работает. Который работает. Конечно, nurse это человек, который, кто работает. Who works. A nurse is a person. Когда мы говорим о человеке, тогда используем who. Когда говорим о месте, используем where. И когда мы отвечаем на вопрос какой, который, то используем which. Number fifteen. Let's have a look here. My seers only eight. Макси only только, только восемь. But she says, но она говорит, she, опять сочку добавляем, видите? She says, она говорит, что she is being, is going to, is going to be a dancer. Когда мы говорим о планах, plans, мы используем структуру going to. Plans. Наши plans, наши intentions, намерения, они нуждаются в структуре going to. So, Marseille is only eight, but she says, she is going, she is going to be, быть, she is going to be a dancer. A dancer. Marseille is only eight, but she says, she is going to be a dancer. Ей только восемь, но она говорит, что она собирается быть танцовщицей. Number sixteen. Куда ты собрался? Where you are going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Здесь будет правильный ответ. Собираться, это be going to, то есть глагол быть должен быть, да? Если вопрос, то мы субъект ставим перед основным глаголом going, перед глаголом going ставим субъект you, и вспомогательный глагол будет are, это будет be, да? So, where are you going? Куда ты собрался? Если вы хотите сказать, куда она собралась, where is she going? Where is she going? Where are you going? Куда ты идешь? Куда ты собрался? Это going, это собираться или идти. Number seventeen. Опять у нас вопрос. Обращаем внимание всегда, если в конце знак вопроса, это вопрос. И, соответственно, не забываем, что перед субъектом глаголом у нас будет в вопросах стоять вспомогательный глагол. Where do you live, например, вот если я напишу, где ты живешь, where do, дальше субъект, у нас субъект ты, you, и глагол у нас live, where do you live, и ставим знак вопроса. Where do you live, где ты живешь? So, is this the book, это книжка, which told me about, is this the book, which you told me about, or is this the book, who you told me about? То есть это та книга, о которой ты мне рассказал. О передлоге у них ставится в конце предложения. Is this the book? Ты рассказал мне о. Как-то так у них будет. Передлоги всегда вылетают в конец. Поэтому, is this the book, о которой, который будет which, и субъект нужно сказать which, about в конце, о которой you told me about, о которой ты мне рассказал. Здесь будет правильный вариант B. Number 18. He likes things. Ему нравятся вещи. They are very expensive. Они очень дорогие. Expensive – это дорогой. Дешевый будет cheap. Нужно знать эти слова обязательно. He likes things. They are very expensive. Which they are very expensive. Или which are very expensive. Конечно же будет which are very expensive. Потому что ему нравятся вещи. Какие вещи? Кто? Куда? Нет. Которые. Которые. А which – это означает который. So he likes things. Which are. Так как things у нас множественное число, мы используем are. Which are very expensive. Number 19. Do we going by car or by bus? Здесь нет do we going, потому что мы используем структуру уже с ing. Если у нас с ing что-то, то нужно перед глаголом с ing, основным глаголом, не инфинитивом, не герундиям, а основным глаголом, ставить b. M is r. Do we going? Нельзя так сказать. Do we go? Do we go? Можно сказать do we go to school? Например, every day. Это present simple. Но если мы спрашиваем о планах by car на машине, видите, by car или by bus на автобусе, мы едем на автобусе или на машине. Не забываем, что у нас be going to, полная форма, это be, глагол быть, going, собираться, be going to, like this. Итак, друзья, я думаю, если вы слушаете меня сейчас, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь этим видео с вашим другом, который изучает английский язык. Будет полезно. Разбираем грамматику, разбираем тесты, если вам нужно сдавать тесты, вы не знаете, что куда ставить. Я все это объясняю в моих видео. Есть куча видео, пожалуйста, выбирайте уровень. Здесь разобраны у меня на канале разные уровни. Есть elementary, есть pre-intermediate, есть intermediate. Пожалуйста, смотрите, записывайте, учите слова, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями и все будет хорошо. Будет больше таких видео. Все, дальше двадцатое. Что точно не подходит, это I meet, потому что здесь сказано this evening, сегодня вечером. А когда я говорю I meet, это я говорю вообще, в принципе, я встречаюсь с друзьями какими-то. А здесь конкретные друзья, some friends. Какие-то друзья, да? Каких-то друзей я встречаю сегодня вечером. И здесь я говорю о своих планах. Но I'm meeting или I'm going to meet, I'm going to meet, можно так тоже сказать, I'm going to meet some friends this evening. Но если у вас, вот мы будем слишком строго смотреть на грамматику, то когда у нас указано, когда действие произойдет, мы знаем точно, когда действие произойдет, мы можем спокойно использовать present continuous. То есть я встречаюсь, и как бы я встречаюсь, как бы сейчас, но нет, сегодня вечером я встречаюсь со своими друзьями, некоторыми своими друзьями. Some friends, yeah, I'm meeting some friends this evening. То есть лучше именно сказать, используя present continuous, потому что у нас есть вот это слово this evening. Но I'm going to meet, это не самый плохой вариант. Окей, vocabulary, здесь словарь. Слова это самое важное, ребята. Знаете слова, сможете как-то слепить предложение, и вас поймут слова, и как-то внятно говорить, чтобы понятно было человеку. Когда не понимаешь ничего, это очень плохо. То же самое выбираем A, B или C. The 12 of 5 to Paris leaves from P-P-P-Number 55. Но это лексика в аэропорту. 12 of 5, то есть мы можем сказать 12-часовой самолет здесь, наверное, в Париж, отправляется с P-P-P-P-Number 55. Ну, конечно же, здесь нет terminal, gate. Терминал номер 55 – это нонсенс. Обычно несколько терминалов есть в аэропорту. Gate, lift. Lift точно не с лифта, а с gate. То есть нужно преследовать gate number 55. То есть посадка осуществляется через ворота. Ворота 55, да. 12-часовой, пятиминутный. Видите, как можно у них сказать? The 12 of 5 to Paris to – направление движения. То есть в Париж куда? To – это всегда направление движения. Go to school. Да, идти, ходить в школу. Number 2. Flying, flies or flights between European cities are cheap these days. То есть полеты между европейскими городами есть, are, дешевые. These days – это множественное число, потому что these days – это множественное число. С-очка есть. И здесь нужно говорить не о this day, потому что this – это этот день. А здесь множественное число. These days – этими днями. This – это единственное число. This day – множественное число. То есть полеты. Flights. Нужно запомнить. Полет будет flight. Flights – полеты, рейсы еще переводятся. Дальше. They checked out tickets. То есть они checked out, checked in – это селиться, поселяться, регистрироваться. They checked out tickets. Они как бы выписали билеты. То есть уже, да. They checked our… А, стоп, стоп. Check out. Здесь не out, а our – наши. They checked – проверять. Здесь тогда чек будет. Они проверили наши билеты. Где? At. Всегда. Часто вот где. At the shop. Например, машина у гаража. The car is at the garage. То есть не в гараже, а возле гаража можно сказать at the garage. There is a car at the shop. То есть есть машина возле магазина. У магазина. There is. Это значит есть, существует. There is a car – машина. There is a car at the shop. There is a car at the shop. Есть машина у магазина. So they checked out the tickets. Они проверили наши билеты. Где? На паспортном. Drop-off. Drop-off – это там, где мы оставляем наш багаж. Называется baggage. Drop-off. Control. Passport control works good. Reclaim – требовать обратно. Claim – это требование. То есть мы видим, что control подходит идеально. Это passport control. На паспортном контроле проверили наши билеты. Number four. These bags are heavy. These. Смотрите, bags в множественном числе. Поэтому мы используем не this, а these bags. Эти сумки, рюкзаки are heavy. Тяжелые. Can you get a – ты можешь взять, get, сложное очень слово get, имеет множество значений. Получать, становиться, доставать. Вот некоторые значения, которые нужно знать. Получать, становиться, доставать. Can you get a – gate, a terminal, a trolley, please? Можешь взять здесь, как бы достать, достать ворота, терминал или тележку? Конечно же тележку. Can you get a trolley, please? Can you get a trolley, please? Здесь yes or no вопрос. Тогда интонация идет вверх. Number five. They looked in all our bags. They looked in. Они осмотрели во всех. In all. Это all считается. Our bags. Наших рюкзаках. At. Где осмотрели? At customs. Это таможня. Lifts. Лифты или terminal. Конечно, на таможне осмотрели. At customs. Customs еще означает слово обычай. Но здесь означает таможня. Таможня. Okay. Number six. You may be asked to remove your shoes. Тебя могут попросить to remove your shoes. Забрать свои шузы, свои ботинки. Где? At the control check. At the baggage check. At the security check. То есть, ну, снять ботинки. Security – это безопасность. Security – безопасность. Security check. При проверке безопасности. То есть, место называется security check. Проверка на безопасность. Опять используется предлог at. Как здесь. There is a car at the shop. You may be asked to remove your shoes. At the security check. All right. Number seven. You can find your bag. Вы можете найти свой рюкзак. You can find your bag. Где? At baggage reclaim. At check-in. Или at control. At control. Вообще непонятно. Control. You can find. Вы можете найти. Your bag. At baggage reclaim. Называется. Там, где вы забираете в аэропорту свой багаж. Называется baggage reclaim. Baggage reclaim. Обязательно знать эти все слова, ребят. Обязательно. То есть, если вы будете путешествовать в аэропорт, нужно знать эти слова. Потому что, как вы спросите, где baggage reclaim. Вот это слово. Представьте, вы в аэропорту не знаете, где там забрать рюкзаки. Вам нужно спросить человека, где baggage reclaim. Где забирают рюкзаки. Багаж. Вот нужно слово. Baggage reclaim. You can find your baggage. Your bag at baggage reclaim. Опять предлог at. Number eight. Let's take the lift terminal gate to the second floor. To the second floor. Это на второй этаж. Давай take. Это взять. Let's take the lift. Terminal gate. Gate, ворота, терминал, терминал. Let's take the lift. Давай возьмем лифт. Воспользуемся лифтом. To the second floor. Здесь глагол не обязательно ставить. Давайте возьмем лифт на второй этаж. To the second floor. Так сказать можно. Number nine. The airport has two customs. Customs это таможня. Flights это рейсы. Terminals, терминалы. The airport. Здесь мы в принципе говорим, что в целом аэропорт has two. Имеет два, скорее всего, терминала. Terminals. For eternal. Для внутренних. For internal. Or short flights. Или коротких полетов. Рейсов. Можно перевести это слово. And three. For international travel. Видите, какие хорошие слова. Eternal. Это как бы внутренние рейсы. Как вот в Украине с Киева. Во Львов можно слетать. Или же международные. International. Internal. Внутренние рейсы. Or international. So, of course, we are talking about terminals. Терминалы. То есть, аэропорт стоит из терминалов. Поэтому terminals is the correct word to use. Это правильное слово, которое нужно использовать. Number ten. I took my friends. Я забрал своих друзей. Друзей to. Customs. Таможня. Departures. Это пункт отправки. Где вылеты. Да, вылеты. Baggage reclaim. Это там, где забирать багаж. So, I took my friends to and said goodbye. И попрощался с ними. They had a two, a three-hour flight home. Они имели трехчасовой полет домой. They had a flight. Have a flight. Можно сказать, как бы иметь рейс, иметь полет домой. So, I took my friends to, конечно, будет departures. Потому что departures – это место отправки. Departures. So, that's the place where you fly from. Number eleven. I'm sorry, but I don't agree. I'm sorry, but I don't agree with you at all. At all means completely. Полностью. Вообще. Извините, но я с вами полностью не согласен. I don't agree with you at all. At all означает вообще. All – это все, но здесь не означает это все. Это означает вообще. Вообще не согласен. I don't agree with you at all. About two здесь не подходит. Number twelve. Let's pay now. Давай сейчас заплатим. Can you ask the waiter the bill, please? То есть ask – здесь очень нужно знать. Ask for. Запросить что-либо будет ask for. Ask for. Ask кого-то. Ask somebody for something. Can you ask the waiter for the bill, please? Ask the waiter for the bill. Number thirteen. Тринадцатый. I wrote – я написал Иван. Ивану. I wrote Иван, but he didn't answer. Но он не ответил. Write to somebody. Писать кому-либо. То есть нужно использовать write и предлог to. Write to – направление движения. Write to – написать кому-либо. Number fourteen. Our plans. Наши планы. Depend – это зависит. Всегда вот когда я ходил в университет, нам постоянно говорили, что нужно использовать после depend. On или upon – тоже можно использовать. On. Upon. Зависит от. On. Upon. Our plans depend on the weather. Наши планы зависят от погоды. We need a sunny day to go swimming. То есть чтобы… To go swimming. Чтобы пойти плавать. To. Иногда переводится как чтобы. Чтобы что сделать? Чтобы пойти плавать. Нам нужен солнечный день. Number fifteen. Sorry. I can't pay those trainers. Pay – заплатить за что-то. Мы платим за что-то. Pay for. I can't pay for those – за те или эти. For those trainers. Кроссовки. They are too expensive. Они слишком дорогие. To – означает слишком. Иногда to – означает так же. I like it too. Do you like football? Yes. I like football. Do you like it? Yeah. I like it too. Да. И он тоже мне нравится. А как тоже. Но здесь to означает не тоже, а слишком. Когда to стоит перед прилагательным. Прилагательное – это то, что отвечает на вопрос какой. И оно описывает существительное. То есть какой стол. Зеленый стол. Какой матч. Клевый матч. Какой. Такие кроссовки. Дорогие. Expensive trainers. So too expensive. They are too expensive. Trainers – множественное число. Поэтому мы говорим они. They are too expensive. Oh, okay, mom. What about these? О, хорошо, мама. Как насчет этих? They are cheaper. И добавляем, когда мы хотим сказать дешевле, а не дешевле. Did you speak – вы разговаривали. Did you speak of the boss, to the boss or for the boss? Speak to. Можно сказать speak with – это разговаривать с кем-либо. Speak with – когда и вам что-то говорят, и вы говорите. А speak to – когда один человек больше говорит, то speak to the boss. Did you speak to the boss? Вы разговаривали с боссом about your holiday. Did you speak to the boss about your holiday? Так, и дальше 17. Neuron tried not to worry. Neuron попытался не волноваться. Neuron tried not to worry. Касательно чего? Касательно about, about the job interview. Касательно интервью, рабочего интервью. Job interview. Number 18. We never talk, talk for, talk about, talk to, politics. Не politics. Все, вот я слышу, мои студенты постоянно неправильно это читают. Politics нужно говорить. We never talk about. Говорить о. We never talk about politics. Почему? Потому что it's boring. Это скучно, это нудно. We never talk about politics. It's boring. Number 19. What do you think? Что ты думаешь о? What do you think to his latest film? Что ты думаешь о его последнем фильме? Think of всегда будет. What do you think of this? What do you think of that? Think of something. That phone belongs, belong, принадлежать кому-либо, будет belong to. That phone belongs, видите, s-очку добавляем, потому что phone это it, да, it, he, she, it. Добавляем s к глаголу. That phone belongs to the, Seth. Этот телефон принадлежит с s, поэтому выбираем to. Так, to, вот так. Дальше pronunciation у нас airport, boat, word. Word будет r, r, word. Давайте быстренько сейчас это сделаем. Sight, lift, flight. Здесь i, и здесь i, поэтому нам нужно галку поставить lift, потому что здесь i, lift. Дальше organize, region, gate. Здесь organize, g, и здесь gate, g. А здесь re, g, 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 gin. Видите, здесь буковка g читается как, ABCDF, g, g, читается как re, g, gin. А здесь как g, g, organize, gate. Passengers, departures, здесь e, pa, pass, passengers. Passengers, departures, departures, отлеты. Baggage, e, departures, здесь e, passengers, baggage, а здесь departures. Поэтому правильный ответ будет departures. Дальше delayed, delayed, a, у нас, видите, delayed, a, plane, a, а здесь passport, a, здесь a, и здесь a, а здесь are, поэтому это слово не попадает в этот ряд. Customs, таможня, да, customs, a, здесь you читается как a. Customs, как в слове bus, cut, здесь не somebody, but a, somebody, тоже как a, somebody, somebody. И здесь не opposite, а opposite, opposite, поэтому это слово мы выбираем. Дальше шестое, terminal, ударение, terminal, первый слог, terminal, terminal, конечно, terminal. Обычно ударение в английском языке падает на первый слог. Но бывают нюансы, там суффиксы, префиксы, они, приставочки, они как-то меняют ударение. Attractions, 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 конечно же, будет be, attractions, attractions. Disorganized, disorganized, вот видите, dis у нас prefix, we have a prefix, so we need to pronounce disorganized, disorganized, disorganized. Calendar, calendar, calendar. Ну, окей, как думаете, что здесь будет? Calendar, правильно, calendar, 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 calendar. Presenter, 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 be, будет presenter. Так, друзья, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Больше просмотров, ребята, подписывайтесь на канал. Вам это ничего не стоит подписаться, поэтому подписались и ожидаем следующее видео. Пока-пока. Пока-пока.